Какие препятствия ставит враг? Он доказывает, что нет творца. Всё самотёком. А Наталья, где? Виталий, смотри, что провод дёрнут, чтобы не опрокинулся аппарат. Его обязательно дёрнут, у него горбатый там. Наталья, смотри, его зовите. Чё? А они где? Тебе ещё не стоило его перевести туда, где нога левая. Чтобы тебе не с проводами спутили стоять. Да я контролирую, Наталья. Ну ладно. Учёные ссылаются на оскобки. Какие они находятся там, люди, по-трисущим метрам, черепа какие у них, складывая, животные. Люди были там, страна, петлейки называются. Ну и всё, пятиконтропы, это что-то переходное. Но сегодня академик Верхов, запишите, академик Верхов, немец, он наказал. Всё это фальшивство, как сегодня говорят в Верхове. Найденные, которые были кости, они на расстоянии двух с половиной метров, принадлежащие разным животным. Они теперь клеем склеили, показывают, вот дизонавр, это динозавр, вот тот человек первый сгорбатый. А там мы сгорбатились, а не он. Первый человек был прекрасен. Он был бессмертен. У него всё было чисто. И пока там всё не показывают, как человек идёт, а дальше второй такой, а третье сгорбатился, а дальше обезьяна волосчерная. Ну всё это. Выгодно атеизм иметь тем, которые много творят зла. Христос говорит, делающее зло и идёт к свету. Дабы явно были дела. Его не боится съёмок, ничего нет. Делающее зло и не идёт к свету. Дабы явно были дела его, либо я злый. Вот причина вся. Почему люди против? Что-то не так, не такие мы. Так, сходи сюда, Брась. Мы продолжаем сейчас разговор вести по первой теме. Как уверовать, что Бог не есть. Для этого нужно только совесть побудить. Бессовестно он всё будет оправдывать. Бери от жизни всё, что можешь. Я говорю, а что можешь? Ну, толпу голых баб и кучу пустых бутылок. И всё. Ну и кучу навоза от них. Больше ничего там нету. А если у тебя есть возвышенная цель, и ты живёшься только для этой жизни. А что содействует принятию, что суд Божий будет? Я задумываю, что здесь справедливость на земле. Вы несправедливость встречали? А Бог справедливый. А куда же он смотрит? И человек, как Ел, говорит, умирает. И кости он ополнены мозгом. И детишки у когтелята пропрыгают. А он говорит, Бога нет, это не от нас. Как и Ной, говоря, строил ковщик. Значит, Бог справедливый, справедливости нет, и с этим умирают. Берию расстреливают, он ничего не может. Сталин, Гитлер ушли, дела их не поправят. Миллионы жизней. Не просто миллионы, а 75 миллионов. О Сибири статистике. А где она должна быть справедливой? Это подталкивает сразу на мысль. Значит, если Бог справедливый вчера, сегодня и вовеки тот же, в послании к евреям он пишет, значит, в другом месте. А какое другое место, когда умерли? Значит, суд Божий будет. Несправедливость на земле – это крещащий призыв, чтобы Бог суд сделал, чтобы Бог справедливый грешник был наказан. Разные были эпохи, разные люди, разные боги. Но что интересно, сегодня уже доказано, есть три момента, которые у всех религий, у всех народов, у всех племен одинаковые. Если не знаешь, запиши. Первое – все верят, все религии, что за гробом будет воздаяние. Начиная там с Плиния младшего, там, у Тарха, такой путешественник, историк был, он говорит, я встречал государства, которые не имеют границ. Я встречал города без укрепленных стен. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Дикого и грубого. Философ Монтейн говорит, отрицать Бога у гроба ближнего. У гроба ближнего. Ну, там упоминает еще одно. Страх Божий, когда находит во время грозы, кажется, или что-то, отрицать Бога. Может, только явный преступник. Под звездным небом, вот как он говорит, под звездным небом. Я называю, которые люди важные в жизни своей, как они ответили. Первое, у всех одинаковое понимание, у самых диких народов, что будет суд Божий. Это река Ра, переплыть его надо. Это, дальше показывают, царство подземное, там Геракл боролся. Ну, то есть, разная фантаста, но одинаково все. Второе, все верят, что был поток. Все народности, все ревизии, все признают, что был поток. Но был он ариальный в одном месте только, или по всей земле. Тут, говорит, разница есть. Иные считают только здесь, по-другие странам мы их не знали. Утонули все, остались два человека. А как звать Адам и Ева? Вы их видели, никто их не видел. То есть, откуда? И третье совершенно невероятное. У всех Новый год по-разному начинается. Все по-разному. По временам, когда что-то сеет. Но все народы имеют семидневную неделю. Не восемь дней, а семь. А Библия об этом говорит. Этой седьмой день почил Господь от дел своих. Почему? Субботу указал на воскресенье. Ибо воскресенье Бог был при Испонии, Христос. Это была суббота, шаббот, покой. Поэтому суббота ветхозаветняя, это оказывает, это воскресенье. Шаббот, Бог почил от дел своих, в субботу. А когда Христос почил? Ну, три дня был при Испонии. Первое Петра 4, 6, 6 говорит. 3, 21. Вы быстро записываете эти листа Библии, где говорится о том, что Христос проповедовал при Испонии. Это понятно? Если нам это ясно, значит мы должны сказать да и аминь. Аминь. Это у меня уже закрепилось. Все. Семидневная неделя. Почему? После нового потопа народ растерялся, и они все получили оттуда известие. А вот Мурцаил, который жил больше всего на земле, 969 лет. А после потопа уже 170 считалось много, а потом осталось 70 лет при хорошей жизни. У русских средняя, кто знает, подложительность жизни русского человека, какая средняя. И у кого самая большая на земле? У японцев. У японцев. В Японии, правильно. В 80, кажется, 6 лет, что ли. Средний. У нас здесь где-то под 60 с чем-то идет. Почему? Вот умер, который пьяница, ему было 47 лет. А другого другие годы перетягивают на себя. Ну, а то спорить не приходится, а мы в самом деле это видим где. Наркоман 36 лет граница, дальше он не переходит. Если настоящий наркоман, он все переживает. Почему не 37, я ответить не могу. А общая статистика, видимо, средний берется где. Итак, мы обратились к тому, что если Бог и доказательства переходных стадий нигде не обнаружено. А что такое янтарь, скажите? Смола. Как он образуется? Смола. Смола. Какого дерева? Хвойного. 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 А там заслевают мошки, жуки. И бывает ящерица прилипла. А теперь она сверху накрылась. Янтарь. А где это? Вы знаете, в Латвии море выбрасывает шот. Взморье называется. Вот там взморье ходят и люди собирают. Была янтарная комната, которая при Гитлере потерялась. Она была подарена немцами, а Гитлер пришел, забрал. А теперь хотят ее найти, но куда спратил Генри Геринг, никто не знает. Все из янтаря. И ящерица такая, какая сегодня. Ни одного коготка лишнего нет. Да, человек и есть. Там первобытное, там обезьяны. Но это совершенно разное. Там ДНК, розы, это не в этом дело. Дело в том, что это разные, совершенно разные. Никакого отношения к человеку не имеет, что ходит на ногах. И что между обезьяной и человеком нет ни одного нигде. Согласно Библии, сегодня идет, запишите, 7530 год от Адама. От Адама до 2022 года, 7530 год. 7530 год. И поэтому, что говорили, нашли стоянки людей, которым 10 тысяч лет, там, ну, вроде пепел остался, орудие какое-то, это брехня. Как сегодня говорят в Эйке. Нигде нет ничего найдено. А откуда бы найдено, когда людей не было? Согласно Библии. Можете записать. От Адама до потопа. 1656 лет. От Адама до потопа. За полторы тысячи лет человек превратился в грязь. Земля растлилась, написано. За то, что землей назвал человек. Она растлилась. Тут не вижу я кого-то. Где вторая сидела здесь? Не знаю. Надежда Васильевна, наверное, скажем. Ну, где она может быть? В Надежде Васильевне. В Надежде Васильевне она, да? Ну, кто-то там молодой сбегал туда. Пригласите. Обоих вели. 1656. Так. От потопа до Твоиловской башни 721 год. Пишите. 161 года. 721 год. Потом будете собирать. От Адама до Христа. От Адама до Христа. 5508 лет. Греческая хронология. 5508 лет. От Христа до наших дней. 2022. Скоб их написать. Ошибка в 4 года. Как это ошибка в крови? Дело в том, что уже 325 лет. А счет идет от Диоклетиана, главного гонителя. Ну, коммунисты восстановили октябрьские праздники. Сколько? 30 лет уже нету их. А все еще празднуют. Так что тут понятно. И вот, в половине 7 века, святые отцы на соборах говорили, надо высчитать Пасхалию. То есть, какой год, какая Пасха. И чтобы она, ну, узнать, когда он катаблички Менделеева как раскладывал. Там пустые места сейчас находятся металлом на Луне или где-то. Ну, это понятно как. Аж 2-го. И здесь также поврешили, это довольно грамотному монаху Дианисий Малый называется. Дианисий Малый. И он раскладывает, пишет воскресенье, такое-то будет. А для того, чтобы Пасху высчитать, несколько условий надо. Дождаться равноденствия. 21 марта день равен ночи. Пасху как высчитывают? После Пасхи, от полнолуния, значит, там должно быть, он считает от этого, от равноденствия, это месяц Абив или Адар, можете записать, ну, Несан. Абив или Несан, по-еврейски. Это месяц, когда будет полнолуние. А полнолуние, это 28 дней. 14 дней она растет, Луна, 14 убывает. Ну, с часами там 6. И набирается сколько. И вот теперь мы на это будем обращать внимание. Значит, чтобы Пасху узнать, когда будет, нужно знать много. Первое, понятно, 21 марта. А когда Христа распяли, было полнолуние Пасхой Господней. От Пасхи Господней три дня шло на убыль. И попало на первый день воскресенья. Вот эти условия надо загнать в сегодняшнюю систему. Почему Пасха так далеко гуляет в течение месяца? Надо узнать, 21 марта, от него первая полнолуния. Если Пасха попадает, то ладно. Если она не попала, то они набрасывают еще там сколько есть. И три дня на убыль. Полнолуние это было, когда у них клятес, а воскрес-то третий день. И в первый воскресенье они бывают, попадают полнолуния на вторник. Ну, значит, еще какие-то дни несколько. И Пасха тогда вон куда гранет. Если первый-то день. И вот этот монах Дионисий, грамотный астроном, или как его сказать, волк. Ну, яромонах генел, волк он полнолу, не будем называть его. И он высчитывает, идет, 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 идет. И он запомнил первые пять, видимо. Пять одна за другой, идут одинаково. Он пошел, следующий шестой, седьмой, восьмой. И все, с вами тут западает. Прошел. Он посчитал, пятьсот тридцать два года. Он не знает, что эта цифра у него уже мелькала в руках. Но теперь он удивленный. Он третий раз считает Пасхалию, уже полторы тысячи лет. Пятьсот тридцать два пять, он понял, цикличность. Но он не знает, от чего. И он святым отцам дал знать, говорит, повторяется Пасхалия-то, пятьсот тридцать два года. А кто-то говорит, а когда Пасхал родился, никто не знает. А идет уже пятьсот, там, двадцать лет с лишним. И решили, что это знак, что Христос родился пятьсот тридцать два года. Ну и начали считать один, два, три, а Диоклетианова эра кончилась. И внесена была ошибка четыре года. Сегодня идет не второй год, а шестой. Для себя хотя бы знать. И вот теперь мы можем высчитать, сколько русскому языку. Ну, 1656-3821. Ну, а теперь 5508, эту сумму отними, и ты узнаешь, за сколько лет до новой эры было. Слово сказать, до Рождества Христова в России, при коммунистах, РХР писали, до 1936 года, смерти Надежды Константиной Крупской. Как связано с этим, не знаю, но, видимо, она не советовала. И как только она умерла, повторяю, я не знаю, почему связано это, но вот год ее. Сразу решили считать, называть новая эра. А тогда писали Рождество Христово, даже коммунисты. А я не верю, что Христово был. Говорю, паспорт открою и поверишь. У тебя там записан год Рождества Христово. Как записан? Ну, был первый год, а потом 1915-й. Ну, и вот земля произвела такое чудо, что родители не узнают. Ну, и все. Вот как мы легко доказывали нам, что это исчисление, никаких изменений в природе нету, комары, ящерица, там еще лягушка зеленая прыгнула, тоже застыла. Все одинаковое. Переходного момента между лошадью и коровой нету. Между кошкой и собакой нету. Вообще нету. Собаку никогда не боготворили, а кошку боготворили мне в Египте. Египетское чудо-совершенство. У меня стихотворение написано. Смерть кошки от руки человека при раноско-убийстве человека. Так что, она мне знакомая говорит. Идет собачка маленькая, она готова поцеловать, хватает навыки. Кошек я ненавижу. Почему? Мне сказали, они на Суде Божьем будут против нас. Я говорю, наоборот, надо задобрить ее. Хармия, рыбки притаскивай, раз она против нас пойдет на Суде Божьем. Все неправильно быть мое. Ну, то есть, кому как подойти. Итак, мы доказываем, что Бог есть, Рождество Христа есть. Вот есть такая религия мусульманства, ислам. Вы должны, правда, это узнать. Кто основал эту религию у них? Он родился в 570 году. Как его звать? Мухаммад. 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 То есть, по-разному произношению. Трансфлиция другая. А умер в 632. В 632. Я вам расскажу, как с мусульманами беседовать, успешно, чтобы было. Когда они даже рта не расстроят. Притом, примут это все, как надо. Мы сейчас говорим о тех, кто готовится к окрещению. Припомните свою жизнь. И перечислять грехи, как священники говорят. Вот это вот грех, 7 смертных грехов, убийства, прелюбодеяния, измена. 7. Один грех смертный. Я вам докажу. 14 глава Евангелия явно говорится. И Сын Божь, Дух Святой, придет на землю. День Пятидесятницы. И обречит мир о грехе, о правде и о суде. Считали? О грехе, что не верует в меня. Человек не верит в Бога, весь уголовный кодекс на нем. Он может изменять, убивать, делать аборты. В Бога не верит. Суда Божия нет. О грехе, что не верует в меня. Не о грехах, а о грехе. Если он не верит в Бога, любое преступление. Своровать, оболгать, говорить. Ну, нет греха. Лишь бы была выгода какая-то. А если выгода или нет, он даже понять не может. Итак. О грехе, что не верует в меня. О правде, что князь мира сего осужден. Это правда. О суде, о правде. Нет. О грехе, о правде, о суде. О правде, что иду к Отцу моему, и о суде, что князь мира осужден. Все. Сатана осужден. Пригод вынесен. И что Христос вознесся на небо. И теперь он примирил нас с Отцом Небесным. И мы примиренные получаем дар Духа Святого. Люди, которые так маловерующие, они вообще это не знают, что такое. Так. У вас было когда-то с детства или когда-то? Охота поговорить. Я о чем сейчас говорил? Покажите, что слышали. И Маша сказал, чтобы она за тетрадкой сбегала. Маша. А вот если бы вы не слышали, как я, вы бы были обижены на Бога. Плетен нету. А я этим только живу. Я то другое. Вот она со мной сегодня сейчас одна из них брала. Спрашивает меня. А потом говорит, слышите меня? Я не разговариваю. Бери ягоду, врод доешь. Что она молотит, говорит, хорошее говорит, неплохое. Мне не надо. У меня под завязку забито все знаниями. Я все время молюсь. Помоги Господи это употребить в жизни. Я никакого недостатка не чувствую, что я слабослышащий. Совершенно нет. Я то не слышал, другое не слышал. Меня спрашивать нечего. Но я не пустотелый. Я все время размышляю, что читали, что видел. Приехали, говорили. У меня непрерывное размышление. Не так, что мыслями куда-то, а с запятыми буквально. Я как будто говорю пропоть. Все время говорю. Это редкий такой талант. Вот со мной едет магистр богословия. Это большое звание. И он говорит, а сегодня чтение такое. Какое бы вы пропоть сказали? Он только задает ее пропоть, едем в троллейбусе, я бы сразу начинаю говорить пропоть. А он такой, этот священник-то, секретарь епархии. Он не обидчивый и не гордый. И он выходит и начинает говорить буквально дословно, что я его дорогой говорю. А другой сказал бы, он сказал, я подумаю. О нет, вот протест Александр этим не запомнился. Надо Богу доверять. И когда мы Богу доверяем, он нам посылает слушателей, друзей, врагов. Без боли Божьей ни один борта не раскрыл. Ну, вспомните такую фразу. Ты иди к фараону. А я, Бог говорит, ожесточу его. Он лежит со своим воронихой, или как назвать, фараон, фараониха это. И говорит, вот зря евреев-то не пустил поклониться. Отпущу, наверное. Ну, она его по-своему называет, Рамзея, да давно пора было-то. Ну, порог истер-то, приходит, а там, уша-то, Моисей-то. Да вы же воспитывались в одном доме. Ну, она по-своему говорит, наверное, отпущу. Но только утром он появляется, терпеть не могу, он все тут нервы истратил. Гоните его отсюда. А потом, ладно, идите, поклоняйтесь, но только барана одного принесите. Они говорят, все сюда возьмем. Мы не знаем, какого барана, а какого, надо Бог там скажет. Жен оставьте, не можем оставить детей. Не можем, мы даже все вместе там барашка съесть. То есть, явное дело, что возвращаться они не думают. И фараон, и как тогда Бог казни, в Таграе, это третье, десятое. Десятый Бог как дал, искры пошли по всей стране. Показывает такое принц Египта, как мультик в виде мультика. И о том, как ложатся спать люди евреям, повеление зарезать барашков. Они перекладину косяки мажут. И вот так склоняются пальмы, как ветер. Что-то оттуда идет, кружится в воздухе. И входят в дом, и горят свечи. Так и показано, рука падает там, то есть, и царский сын умирает. И он его встречает над наследником плащем. Это я рассказываю им, поставлю, хоть оно в виде ролика, но очень хорошо. И отсюда мы сделали вывод. Бог знает, как обратить человека. А советники, которые, они ответят за это. Он пошел. Теперь сколько работают? Кого? Кирпичи? Все кирпичные заводы вставили. А людей-то нету. Закрутились. А зачем отпустили? Запрягайте, хлопцы, кони. Вот та же песня, откуда я пошла. Ну и рванули за ними. А же видно, пыль-то идет. Ну что, колесницы железные, не резиновые колеса. И в это время Бог между людьми Божьими ставит предел. Они их не видят. А перед ними был столб огненный. И показывают в фильме, как молнии бьют. Вот так вот и кони шарахаются. И как Моисей с железом рассекают море. И как они переходят. А эти кинулись за ними. Видите, вот недавно в маленький материал кинулся. Это самая нужная математика в Библии. Когда Моисей выходил. Ему каждый день в пустыне требовалось 5500 тонн. 5500. Ты килограмма ничего не найдешь. Там ни посева, ничего нет. Где они брали, да вот это никто не знает. Воды нужно было сколько каждый день. Сколько дроб. И все это сегодня показывает подсчет. И когда переходили Мертвое море. То если бы шление, ну 2 или сколько. Переходить надо было, кажется, 4 месяца. А им за одну ночь надо. Чтобы за одну ночь им было перейти. А было от 3 до 5 миллионов. Им нужно было идти в ряд, чтобы стояло не меньше 5000. Какая-то ширина, сколько километров. И так Бог раздвинул. Показаны стены. Вода стоит стены. И рыба рядом плавает, как в аквариуме. Сколько надо было Богу всего. И Он все дал. Это для чего говорится? Что мы надеялись. У Бога все. Что нам нужно до преизбытка притом. Если дает, то дает с избытком. У вас осталось мало времени до важного в вашей жизни дня. Настройтесь на то, что Бог все дает и дает к лучшему. Смотрите, помните тех, кто хочет приехать. Они где-то застревают. Погода не позволяет. Но они будут пробивать эту стену и приедут. Приедет человек, который выше всех нас. Андрей, какой тебе рос? Я уж забыл. Забыл? Забыл, да. Ну, еще отца был. Ну, вот я. Когда в молодости был, 23 года, мне было метр семьдесят два. Ну, сейчас, может, метр семьдесят. Пластинки между позвоночником уменьшаются. А этот приехал, он метр девяносто шесть. Константин звать ему. Метр девяносто шесть. Поехал за женой. Он должен приехать, может быть, завтра. Я так маленечко отхожу, чтобы разбереть вас. Итак, нам нужно поверить, что Бог есть. И Бог есть любовь. И Он сотворил с человеком, и никогда не обдумаешь. Вот смотрите, когда апостол Павел доказывает, вы взрослые, понимаете, о чем я говорю. Вот. Глаза не надо украшать. Они такие прекрасные. Притом какие-то серые, черные, голубые. Ну, котик у него наши голубые глаза. А у нас собака, кошка осталась в городе Синька называется. Глаза вот просто как ультрамарин на стенке. И так Бог сотворил человека, и какими-то тайными рычагами у кого как появляется. Глаза, говорит, такие органы не надо украшать. А неблаговидные требуют украшения. А какие неблаговидные? То есть переходные. Черная – это юбка. А желтая – это блузка. И более всего человек заботится об этом. А почему важнее? А без этого жизни нет. А мы привыкли, то-то там разными словами прикрываемся. И это все определенно. И человек с чего начинается, микроскоп рассматривать надо. А он там, который родится, бывает бабка. Я говорю, еще ее любишь, что дочь. Так она такая же. Идет вот так же, отклещет, так я хожу, говорит. А мне так это дорого. И муж мой такой любил, и она видит в ней походку. Дед математик, ее к математике тянет. У него музыкальная наклонность, он на пиамином играет, тянется. Первый там сочинил, это Трахманина, тетя Тоня, или как он поет там. Первый у него есть. Ударит по кикинг клавишу. Почему? У нас никого нет. Вот Володя нет, он говорит. У меня, говорит, талант колоть щурки. У меня талант был, талант смотреть на птиц, замещать, где у них гнездо. Как они выводятся, я везде метки делал, и как, говорим, коров, я бегу и смотрю, как они растут. У меня был и соколок ручной, коршун, то есть там метр тридцать, размах крыльями, он летит там где-то и прям подлетает на руку садиться. Это здесь в лагере было, и о нем песня сложная. Я показывал стол, он полетел утром, мы пошли молиться там, в лагере. А вот дождик маленький такой был, а тут грачи. И он за ними увязался и улетел. Мы помолились, вышли, коря, коря, его нету. Кто-то пошел к столбам и говорит, он мертвый. Он крылья раскинул и два провода коснулся. И только... Крючконостый коря. В коршуненах коря крючконостый. Не боялся ничего и вдруг. Любознательность его заносит на последний смертельный круг. Я дальше, как молодые люди, увлекаюсь каким-то делом, и там конец. Виктор Андреевич положил на музыку, и дети пели и плакали. Настолько жалко, они его кормили. Ходили на плут, искали лягушек, отдавали в живьем глотаре. Я учил, как он в природе будет жить. Раз он у меня вырос. Я же уеду. Крючконостный голова тянула, а он его хватает. Он ее жевать не может, он просто глотнул и все. Такая глотка у него. Итак, природа. Это все знак Божий. Когда считаем 150-й псалом, все дышище дохвалит Бога. Пересчисляет и облака. И зной, и туман, и звезды. Все. Я хочу сказать об одном данном, что скорость света 300 тысяч километров в секунду. Как это можно было измерить? Не знаю. Видимо, по планетам где-то пускали. Луч, отражение. И нашли сегодня галактики, которые отстоят от Земли. А представь, сколько за день пролетит луч. А сколько за год. Да галактики найдены, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. И там Бог. И там Бог. Давид говорит, что сойдет в перисподнюю 72-й псалом. И там ты. Возьму не крылья зари, переселюсь на край моря. И там ты. 138-й. Это удивительное дело. И поэтому доказательством Божьего бытия не надо. Везде и всюду Бог. Неверующие не знают. Курица и висо раньше появилось. Вам задавали такой вопрос? Да, в поезде. Курица, я говорю, курица. А как? Бог сказал, все, выбиралась с Земля. А тут рядом петухи. Он побежал за ней топчет на утро яйцо. Сплесни на себя. Итак. Мы говорим о премудрости, не поддающейся разумению. Абсолютно все говорит об этом. И деревья, и птицы, и насекомые. Это Господь делает так. И поэтому доказывает, что Бог есть. Ну, что доказывает? Посмотри на себя в зеркало. Я повторяю, говорю. Как ты устроен? Какие твои родные? На кого ты похож был? Бывает, ребенка подкидывают в роддоме. Делает так, понебрежность, а бывает и нарочно. И ребенка, моей матери, они одинаковые все дети. И она растет, она у соседей, да, мой ребенок. И все как есть. Родители могут после не соглашаться с этим. Он растет, он совершенно не такой. Все верующие, он один. Ему разницы никакой. В нем в генах заложено быть другим. А тот растет верующий. Да откуда в нем такое? Что-то молится. Откуда у нас родов таких не было? Вот эта ошибка, разный подход будет к самой жизни. Так, когда будете говорить с неверующими, а сейчас на себе это скажите. Бог есть. 13-й псалом, 52-й. Вщербитрий. Они говорят об этом. Сказал безумец всех, что нет Бога. 13-й псалом откроет. И дальше причина, почему они говорят, что нет. Они развертились. Совершили гнусственные преступления. Нет, нет, делающие добро. Нет ни одного. 13-й и 52-й псалом. Они одинаковые. Два псалма. Я тому еще по-первых. Раздавить мысль, что Бога нет. Бог не есть. И Он всюду. И тогда ты будешь благодарен Богу за малый кореш у хлеба. Хлеб насущий. Он дает. А у вас было так? Вот меня спрашивают, чтобы не верил. Не было. Как я помню себя, примерно с двух лет. По сегодняшний день. Это Господь делает. Можно было кружку дать. Сейчас, да. Итак, первую ступеньку мы проходим. Бог есть. А Он не верит все равно. Не верит, отойди. Ты ему все данные выдал, он верит, ты еще не сделаешь. Мне приходилось многократно, как сегодня пишут, тысячи и сотни людей, которые не верующие, они обратились к Богу. Второе, уже полегче доказать, что в Библии есть. Я показываю, что было предсказано. И почему с этим нею войны все время. Все одинаково ненавидят. Наличие Библии в доме каралось смертью в единическом мире. Потом это же применили и другие системы. Так. Ну а дальше, что я делал, у меня не получилось. Я боюсь опять начать, опять и получится. Айдой говорит, тогда придется потерять, друзья, работу, то с бородой не лады. То есть, на все это есть опять. Бог есть, и будет суд Божий. Все кончилось. Ты теперь только внимай, что Он говорит тебе Бог. Не по иконе, а где ты есть. Хотя икона, она мне не запрещает иметь ее. Икона, идол, это совершенно разное. Икона показывает на Бога, если она божественная. А идол показывает на Атне, под землю. Дальше уже легче беседовать с человеком. Так, у вас вера есть, что Бог? Конечно. А было такое, что вы не верите? Ну, я не скрываю ничего. Я говорю так. Вот у меня сейчас пишут сегодня утром. А от вас отреклись, которые там хотели, чтобы поехали. А не поняли, она совсем не верующая. О вас прямо говорится. Значит, вы сумели поднатужить и доказать это. Притом люди, которые это говорят, достойны всяческого доверия. Это надо быть... Они не обижены, вот в чем дело. А они конкретно показывают событие какое. Не было покаяния. А покаяния не было, значит, все старое, ненужное, но все с тобою. Ты бы сейчас отгребалась, где угодно побыть, только не там мыслями своими где-то. А я опять хочу домой. Видите, вы подтверждаете это, что то у вас, что у вас было, и было по вашей причине, с мужем там и остальное. Вы виноваты. Я вам писал об этом. Писал? Писал как надо. Прислушаться внимательно. Возьми вину на себя. И муж, что такой может из-за вас. Еще такой муж, что не пришив вас. Выход только один. Покаяние. И всю эту надменность, все это сотри, с лица и лица. Но это нельзя сделать искусственно. Вот женщина была вчера, она с кем-то обнималась и услышала о Христе. Что она пришла? Волосы прекрасные в ней. Длинные, неподстриженные. И она волосами ноги Христа отирала. Она за последние гроши, грехом заработанное телом своим, купила драгоценное мир, благоухающее. А миром мажут мертвых. Она, говорит, подготовила тело мое к погребению. Ну, допустим, Никодим. И только Иоанн говорит, а его нет Никодима. А это ущитель народа израильского. О рождении свыше. А женщине, говорит, где бы ни пропадалась Евангелие, везде будет возвещено. Евангелисты один за другим ее упоминают. Она ничего не сделала. Она только не стала тормозить то, что в ней есть. Она тянулась к нему. Вот Иуда Бенгур, когда их на галеру уже по пустыне вели, скованными, и там поить. Сказано было, ему не давать воды. И он падает. Он умирает. Почти вдруг какой-то человек берет ковш, его не показывает. Христос поет его на него. А охранник не давал на него укинуться. Какой-то такой, как казах. Потом встал. А Христос на него смотрит. Он попернулся сразу, испугался взгляда. И потом в конце жизни Христа ведут на казнь. Этот Иуда Бенгур поет Христа. Сильно поставленный. Льюис писал генерал, будто бы он лауреат на русской премии. Это фильм Иуда Бенгур. Иуда, второе слово, Бенгур. Из дома Гуров. 56-й был. Особенно у него особенная сила, когда там соревнование на конях идет. Квадрине, четыре коня. У него белое, у другого черное, у другого серое, в яблоках называется. И как один их всех уничтожает, сделал военной колесницей. Она попадает в дорогу и размалывает колесо у другого. И наконец сам погибает. И распятие Христа. И как что было. Артистами даже нельзя назвать людей. Ты смотришь, как реальность. Иуда Бенгур. Притом, где-то 51-го года. Не современная. Как скачки на конях. Это было потрясением для всех. Это Болливуд ставят-то. И вот этот, от которого не было конючья, перма, эти кони. Цены нет. И их подожгли и сожгли коней всех вместе. Я когда прочитал про это, а не имел. Да не может быть. Да нет. Как же так? Ну, видел, кто знает, какие лошади там. Они понимают голос. Они говорят, что они про гупальность. Только в ответ сказать не могут. И все сожгли. Я попутно все говорю. Как довериться надо Богу. Вот вы готовились к окрещению. Что-то не знаете. Вот мы когда вели занятия в университетах. У нас подготовка шла 4,5 года. Года. Это большой срок. От 3 до 5 лет советую святые отцы человеку учить. Вам креститься рано. Почему? Сколько времени мы с вами знакомы? Вы в скальпе как или не выходите? Должны выходить, спрашивать. Ну, больше. Это мало. Я знаю таких людей, у которых вообще по скальпу никакой работы нет. А скальп это очень хорошая система. Вы на всех занятиях должны быть. У нас такие занятия ведут. Вячеслав ведет. Шасский тоже Александр. Да? Я 100 поклонный. 100 поклонный. 100 поклонный. Александр Борцов. Александр Борцов. Ну, 100 поклонный. Это тоже здорово. Не просто так, как считать, что он обновил себя. 100 поклонный. И вы тогда, если в этом не участвуйте, вас не там, там, там нет. У меня вот сейчас-то ваше такое с детьми никак переезжают. Родители там зовут. Старики вас звали, старики к себе? Нет? Ваши родители к себе хотели вас, чтобы вы у них были, жили? А там такие у меня есть. Что теперь делать? Зовут? Так они посты не соблюдают. Ну, как-то найди. Ты одна не можешь. Мужик тебе не помогает. Ребятишек, кажется, четверо в ней. Ну, вот такое дело. Надо как-то манегрировать. Понимать. Сейчас, понимаете, мужики-то какие пошли. Это ужас просто. Мой отец пошел на фронт. И матери дал один наказ. Видать, она была беременная. Потому что сестренка у меня родилась в 42-м году. А в 41-м как раз. Он сказал, Мария, Если аборт сделаешь, я домой не вернусь. Вот как. Под условия, чтобы сохранить жизнь ребенку. А бывало, отец, такая вера у него, и выпивал, иногда ее по пенке закурит. И бывает и не тем словом козырнет. А умер уже по-христиански. А сегодня, наоборот, он ее давит. Иди, сделай оборот. В этих вопросах надо смотреть ранний период. Почему ты оказалась за ним? С чего ты бы начала подозревать его? Как это он переносит? И что ты делаешь? Можно ли это делать? Как у других народов? Смотри, сколько тебе надо знать? А еще нету. Я недовольна. Все. Мужик-то какой-то с такой бабой живет. Она его терзая буквально. Это не про вас. Это не такая, но лучше. Вот он сидит тоже король матроски. Тоже так самое. Элементы платить надо. Дети не допускают. То есть она его знает, какой клон. А что он меняется. И он другой. Я его прогонял отсюда с потерянки. Сказал утром, чтобы я духу не буду. Было? Было. А сейчас он приезжает, как любезный, дорогой брат. В нем изменения большие и большие Господь производит. Учился на священника, не просто так. И не глядя, что он матрос. Он и по земле ходил иногда. Так, по этим, что говорил, по темам. Вопросы. А то получится говорящая голова. Вопросы. Есть какие? Тихо, конечно, вопрос. Но он такой, конечно. Дима звонил в Сомска. Его смущает, что Господь говорил израильтянам брату своему, еврею, в долг. А, с процентом не давай в долг. А иноплеменнику давай в долг, язычнику и так далее. Вот так я тебе завезу. Ну вот как вы, расскажите. Ну как родителям, так и делали они. Ну это хорошо или как? Это и кеврея, морок. Ни один этого делать не может. Это речь шла о сохранении нации, об избрании. Это казалось только щадо Авраама. Двенадцать три бытия. Другого тут еще нет. Ну а показывают на нас. Смотрите, что вы творите. Все, все, такие выглядят. Что знать, что такое слово Талмуд? Собрание книг. Ветхий завет. Прямое значение? Или... Что? Прямое значение? Прямое значение. Мне нужен Талмуд. Что мне надо ждать? Свитки. Квитки. Много книг. Много книг. Книга большая. Куда входят и толкования на ветхий завет. Кто хозяин этим книгам? Иудеи. Бог. Сколько? Одна книга, две? Нет. Двенадцать. Двенадцать. Все собраны, которые до ездры были собраны? Нет. Да? Это нет. Танахты, можно говорить. Двадцать пятая. Двадцать шестая, двадцать седьмая книга, открытым оком моим, посвящена Талмуду. Я с детьми разговариваю. Двенадцать с Талмудой. Там сколько всего взято, сколько у человека костей, на каждую заповедь. Вот посылали, допустим, вон еврейское поселение, и он приехал сюда, и корову надо в общем-то, должен разобрать, кто будет пасти. А маленькие дети пасут, а какой возраст? А один он пасет или двое? И вы не догадаетесь, почему он так вот спрашивает. Если один, корову нельзя давать. Как бы он или не изнасиловал корову? Какое у нас мнение у них? А если она работает, куда-то становится, и говорит, нет, а там кладовщица нужна. Они сразу узнают, там двери открываются куда, где люди ходят, или там с заднего двора. А одна ты работаешь там, или с кем-то. С кем-то. Она говорит так, сколько мужиков там семеро, семеро тебя не тронут, они друг друга боятся, выдадут. А если с одним будешь, не ходи, изнасилуют. Гои, потому что Гои это мы. Это зверь с человеческими лицами. А почему у них лица человеческие? Чтобы нам, евреям, было действительно принимать дары от них. Это я что считал у них? И говорю, это мудрый народ, многое Бог им дал. Но понимают ли не до конца, что остались без Христа. Узнай, кого ищут. Молитвам им называют. Молитвам. Я занимался этим делом. Писал. И скажу, что много-много хорошего можно узнать. Притом в любом вопросе они доходят до самого конца. Откуда и кто. Одно дерево растет, и на мою усадьбу ветки и яблоки упали на меня. Кому они принадлежат? Корень там, а яблоки здесь. Я держу голубя от него. У меня голуби. Голубенок малой вылетел, полетел и упал. Кому он принадлежит? Шагами измерит до моей голубяти, сколько до того. У кого ближе к тому голубенок поехал. А он совсем не оттуда, отсюда. Другого нет. Вот любое дело. У тебя только еще мысли возникают, а в юг уже это описано. Они все ситуации мирские в мире берут и все это делают для оправдания истины, поистине, как надо жить. Это не то, что Тайканин говорит, шульха народу знать. Это у них книга такая руководящая. С каждым народом. Что главное? Вот я беседую с мусульманами, слова Аллах, Мухаммад, Коран не произношу. Табу, то есть запрет на эти слова. Зачем? Я проповедник послал нести благую весть, а не опровергать кого-то. А он начинает что-то там говорить, где-то, я его услышал, твоя книга ты. А вот у вас Иисус, а у нас Иса, он не умирал, кто другой. Иисус и Исаевы, это разные персонажи. Я не слышал, почему он об этом не говорил, вот этот убитый проповедник. Почему? Да не иссует. Они все другие способы избирают благовестия. Такие, которые раздражают самих мусульман. Ну зачем раздражать-то, ну и так, на взводе. Интересно. Я стал смотреть, когда, которые такие считаются, с мусульманами работают. Никогда на это не идут. Я проповедую живое Евангелие. Я говорю, то, что я говорю, вот применяйте к себе. 4 и 12 идеальных апостолов. Нет другого имени под небом данного человека, которым надежало бы нам спастись. Вот это вот, как вы попадаете? Нет другого имени. Ну у нас Иса, Иса и Иисус Христос, это разные персонажи. Данил Сысоев, он не так учил, о котором я говорю, которого убили. А как? Ну посчитайте, там его книжечки вышли где-то. Для меня он священно-мощник. Он святой, он на небе. Я немало не сомневаюсь даже в этом. Но какие у него последовательные. А то есть стая злобных собак. Как они на меня кинулись, и то и не получилось. А потом заглохли. И они там драки разные устраивали. И где их приколки были. Вызвали их. Там у них один был Энтео. Сальонов фамилия. И вот все это заводил. И потом где-то они что-то там в разгон, в театре сделали. Я знаю, как вызвали. Подписка. Первое замечали. И грозит их до десяти лет. Все, как будто никогда не было. Какой был Игорь Васильевич Хвачков? Это полковник ГРУ. Вы знаете. Хвачков. Не нет, он живой. Его тоже константин. Он живой. Константин Юрий Ждушев. Живой, живой, идем. Такие писал в газете. Русь православная. Посадили его. Оттуда вышел. Еврея больше пальцем не занимали. А последний у него был заголовок. Пущеглазая, горбоносая сволочь. Заголовок. Это на евреях он так. Пузатая, горбоносая. Нет, это так. Ну, короче, так. Пущеглазая. Глаза на выкате. Его взяли, арестовали. Он сидел и вернулся. Он сейчас на мусульман бывает иногда. А до этого только на евреях был. Больше как будто евреев нет на земле. Евреев можно благословлять, не проклинать. И благословлять в каком смысле? Чтобы они обратились к принятию Христа как мессию. Не просто мессия, а которому он из-за грехи людей. Который жизнь свою отдал. Я попутно это говорю. Вам может это не понравится. Я говорю, разные персонажи. А где-то, откуда вы узнали? Я говорю, из вашей книги. Там 19-28, 19-ая сура. Там прямо написано это. Они не знают. Когда я беседую с ними, я говорю, вы знаете, что такое сура? Да. А пятую можете открыть? А как называется? Я говорю, альмайда. Альмайда или трапеза. У них название каждой главы. 68-й, откройте, аят. И говорит, что Всевышний дал нам, и жил, сколько евангелия. Что по нему мы жили, а людей не обманывают. Я говорю, ваша книга меня одобряет. И сразу считаю места Писания. А Христос никогда не говорил, что Он Бог. Говорил. Нету там у них такой-то выступает везде. Я говорю, ваш этот проповедник на каждом углу врёт. Нету Библии этого. А Он врёт, что есть. И а где написано? Я говорю, 13-я глава, 13-я стихи Евангелия Теана. Вы меня называете Господом. Господь говорит. И я действительно то. Чеще тебе надо это? И я, и Отец, это одно. Надо знать, откуда. И сравнивать с исходом 6-20. У них ошибка была. 1600 лет. Наша Мария Марьян. А они считают, что Марьян родная сестра Иисусу была, которой Иса родился. Сестра Моисея. А между ними 1600 лет. Здесь не ошибка. А почему ошибка? Потому что у вас книги нет, а оригинала нету. А что он на память захватил, то написал. А на память это мы можем ошибиться. Оползать на пояс. Надо написать. Я тут одному говорю, ты, чтобы не забыть, еще пиши на бумажку и в карман память. Он говорит, да я забыл про карман памяти. Вообще дело-то. Все туда записывал. Что делать, делаю, забыли про карман. Вот существует 22 типа людей. Да, 24. 24. Да. Первая книга царств. 16 глава, 7 стих. Я смотрю не так, как смотрит человек. Да. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце человека. Да. Как нам, впервые видя человека, впервые увидев, мы смотрим на лицо. Как нам чуть-чуть вперед его узнать? Никак, пока не говоришь никак. Я говорю, а почему ты не веришь в Бога? Да я верю. Я в церковь ходил. Я семинар учился. То есть у меня было это, но я это все оставил. Не получилось. Меня тянет туда-сюда и вот так. Никак. До разговора я не могу его определить. Если пьяный, я определил пьяница. А если такое, что у него было в жизни? Он тогда рассказывает. Я был верующий, ходил в храм, а потом разочаровался. То есть разочаровался. Я узнаю, от чего теперь у меня по этому месту, какое место писание нужно взять. Один стих писания. Мне разбивка людей дается под писание. Я эти места все выбирал, искал их. Поэтому я ему открываю вот такое. Надейся на Бога. Приходящего ко мне не изгоню в воду. А сколько раз? Сколько раз падал за то, что столько и вставал. И благодаря Богу. Итак. Спасибо, Христос. Вы будете там у нас по клинике приблизительные вопросы считать. Еще люди будут, одновременно. Может быть, я еще пригоден принесу. К истинам православия. Вас будут спрашивать, члены Старкомно-Приходского Совета. Из Барролова приедут. Там не посильного ничего нет. Если ты верующий, ты легко ответишь. Бывает, человек не может сдать на права. А вот он крутит гаранку. А он говорит, это все понятно. А почему опыт? Надо скорее начинать водить. И так и здесь. Скорее, здесь надо начинать работать, отвечать. Мне дал этот день, чтобы я им правильно воспользовался. Ну, я как? Вот вижу перекур там, или как называют, отдохнуть. Плохо-то перекур. Сходили, побрали ягод. Можем отправить в город. К нам едут уже сегодня, может быть, люди. Некоторые там звонят. Вообще радуют отказались с Москвы. Убедили, не убедили, не знаю. Она не выходила на занятия. В интернете нет. И влияния на нее нет никакого. Хотя действительно, мы уже 3-4 года знаем. Она еще у него звонит. Отец, Игнатья, я вам 100 рублей перевела. А когда принимаешь и 10% снимает, кто кому принадлежит. Умоляю, ладно, не надо, не посылай. Мне 100 рублей, тем более, мне уже ничего не будет из этого. Но она делает добро, как она понимает. Какой-то у нее там муж, с Лизалатским там, Павел. Раз, не ближе дело. Да кто от тебя? Да я что-то. Ну, он там не рассказывает, кто от тебя. Но он ее оставил. Она веселая такая, радостная. Если бы она была рядом, то не можно было. Ну, представь, такую дарь из Москвы. Там вопросы будут такие, веришь ли с нам, растуди сон. Что такое сорты, важно знать. Дальше. Не тянет тебя быть начальником каким-то? Где деньги зарабатывают? Семейное положение, венщины, не венщины. Это вопросы простые. А есть такие, которые рисуешь ли ты, пишешь ли музыку. Как к этому относиться? Вы слышали? Хворостовский такой был. Да, да. Мне кажется, порой, что солдаты, с кровавых, не пришедшие в поле, не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белые, в родные. И дальше описывают. Там плен, подают голоса. Там промежуток мало. Будьте, пожалуйста, это место для меня. Я полечу в этой сизой мгле. Вас по птище окликая. Всех, кого оставил на земле. Или поют там прям с таким восторгом. Нет ничего этого. И поэтому Екатерина Моржина, у нас одна сестра такая, пишет стихи. Я написала на эту же музыку, может, считал, как она журавлей показывает. Не журавли, а ангелы. Расул Гонзатов, просто мне кажется, он не говорит, что так, а кажется ему так. И при том белые журавли. Их белых-то и нет журавлей. А они там единицы где-то. Я-то полечу. Все-таки я не умру, а я полечу. Вот это полетишь. Расул Гонзатовский умер. Что? Показался, автаназия. Сожгли. А так сказать, это... Ну, там он умирал, он что-то себе такое сделал. Сильно болел. Насколько заставярно, не знаю. Но оказал прах, поделить на них счастье. Жена там, англичанка, кажется, была. Только житель, а уже полумертвый, приезжал по себе, распел, и голову так делал, и журавли летят. Нету журавлей. Есть рай, есть ад. И поэтому мы такие стихи, людям они нравятся, ни к чему не обязаны. Мы их опровергаем. А как прилично, как прилично святые. Вот мы все касаемся. И как стоять на службе, и как вот встаем за обедом. Мы все охватно берем. Вот сейчас посмотрели, поют здесь. А они платок вот здесь вот завязывают. Не подбородок, а вот здесь вот. То есть, ну только надеть, если сейчас она отошла и все скинула. Его нету. В семинарии то же самое. Точно. Вот мы тогда приходили на день открытых дверей, и там были хористские семинары. Все вот одинаково, вот так просто. У кого-то слетел платок, и поет православный семинар. Строгая. Видите как. Ну, может, нельзя. Я не верю. Я все время с народом, со студентами. Ну, представьте себе. Только в одном университете я делал занятие на 17 лет. Я и знаю людей этих. Начинаешь, когда грызь, он сразу же преображается. А они боятся потерять, что у церковной кассы никого не будет. И оправдывает, такой он там известный священник, все оправдывает. Что мужская одежда оправдывает. Как можно оправдать, когда Господь 22.6 в Санозаконии говорит мерзость. То есть, женщина в брюках, в мерзавках. Как мужчина в юбке. А вот шотландцы, тебе еще шотландцы, они на себя открыты. На Спасе показывали батюшку. Спасибо, Христос. Да, спасибо, Христос. На Спасе, канале, показывали батюшка интервью. Молодой человек у батюшки брал интервью. И у него в ушах был крест. А он говорит, как вы относитесь к этому? Он говорит, ну, я никак не отношусь. У шаг сережки, что ли? Да, крест вести. Сережка в виде креста. И батюшка к этому нормально относится. На Спасе, канале, интервью молодой человек. Вот так. Мирские люди, поэтому для них норм нету, но и общения у нас никакого не может быть. Вот у меня приезжают иногда из детьми, в лагерь приезжали. В лагерь ни одна не ступят с сережками. Сразу снимают. Вот тут еще одна приехала тоже. Сказали, она мигом сняла и все. Не надо воевать. Ей Бог на сердце уже полагает. Это не надо. Считай, там вторая была в конце Исаия. Ходит она горделивая, какие ожерелья, веревки там, подпоясываются и подчаек. Все это ничто. Мы говорим с прицелом до вечности. Все остальное отключается в это. Верь, что Бог придет и будет судить мир. Сегодня тебе шанс перейти в лагерь посвидователей Христа. Ты будешь у Бога на примете. И он тебе доверит что-то больше. Как? Я не знаю как, но Господь возвышает своих. Люди растут в Нем. В Боге. Вот простенько. Вот такую комнату, так, чтобы все было, вам и найти. Нигде. Я так мыслю. И мы показываем о том, чтобы любили Бога, любили Библию. И тогда будем говорить. Говорить о большем. В субботу пойдем еще. В субботу у нас очень наполненный день. Экзамены. Дальше придем, обедать будем на холме. И здесь обед туда, машина туда увезет. Все это будем располагаться, где мы второй лагерь, как бы, где были. Ветер дует. Потом сразу идем на второй пол, где была башня, молиться. И вечером, после богослужения, будет костер. Там гитара будет, песни петь. Деревенский всех созовет. Это в эту субботу. Картошка. Так будет. Будете все помнить, потому что все снимается. Картошка будет, песеная. Самое свежее, это Евангелие. Я не знаю, как с ребенком говорить. Я говорю, беседовали. Нет, как ваш ребенок, и ни разу не беседовали. Евангелие открывали. Нет. Велосит, сам найдет. Как он найдет, когда вы его ослепили? У него глаз нет. Он ничего не может сделать. Поэтому, если есть какие-то вопросы, они показывают вот в эти два размера, сказать, категории людей. Где-то тут. У тебя, может быть, еще что-то есть. Есть такое, что мне от нового придется отказаться. Я не могу. Я учился, у меня диплом. Такая работа терять. Это не знаю. Так ты будешь ищиться-то, если семинары идут. Тебе как-то надо с работой. Или заочно. Заочно? Заочно, да? Конечно. Работу не бросай. Мне твоя работа нравится. Нет, конечно. Тебе надо драться, обманывать. Наоборот, тебя сценить уже начинают. По правде все говорить. Надо обдумать. Никогда не торопиться сказать. Кого-то священник не допустит. Он исповедать будет. Вы ходили? Вы два педаиста здесь, батюшки-то? Да, ходили. Ходили? Да. Так, у нас время уже, наверное, два часа. Скоро обед будет. Вопросы? На сегодня все занятия. Если надо будет, после обеда можем побрать. Все, да, Игнатий? Спасибо. Так, собирай, все, убирай. Спасибо.